Родился Фёдор Гергенредер ещё в конце 19 века. Выучился на врача. В годы Великой Отечественной войны его эвакуировали в Абакан. Фёдор оперировал круглосуточно, спасая жизни раненым бойцам. Он же готовил молодых хирургов перед их отправкой на фронт. В 61 году Фёдор Александрович возглавил хирургическое отделение областной больницы. Он первый в мире использовал хирургический метод лечения слоновой болезни. О медицинском гении-хирурге вспоминали и сегодня. Лучше его никто ничего не делал. В таких условиях. Перевязочное. Свет вот такой, как обычно. Не приспособлено ничего. Такие операции делал. Уму непостижимо. Это был человек очень сдержанный, очень лаконичный, немногословный. Но его слово всегда было в цели. Маргарита Леопольдовна подарила врачам книги по медицине из личного архива Фёдора Александровича. Сразу после открытия памятной доски ветеранов пригласили в новый хирургический корпус. Отделение переехало из старого здания неделю назад. Мы как только переехали, так и сразу стали оперировать. Переезжает отделение, сразу задействуется с этим отделением операционно. И сейчас в данный момент идут операции. Операции выполнено уже более 70. Семь операционных. Часть из них специализированные. Современная операционная начинается прямо здесь, на входе. В целях соблюдения санитарных норм хирурги открывают двери локтем. А ещё сенсорная экрана с водой и специальный климат-контроль. Над операционным столом специальная воздушная подушка. Всё для того, чтобы предупредить распространение инфекции. Пациенты уже оценили новые условия. Сыременный корпус вообще прелесть. Палата или две считаются палаты на четыре человека. Туалет, ванна в своей палате. Реанимация хирургия получила современную технику на 200 миллионов рублей. Скоро очередное пополнение. В этом году на 220 почти миллионов. Больница сегодня проводит организационные торги и так далее мероприятия. И это оборудование будет приобретено. И на следующий год. За счёт федерального бюджета 600 миллионов рублей. И есть сумма за счёт местного бюджета. В новом корпусе появятся дополнительные отделения. Гинекологическая, сосудистая хирургия и септический центр для особо тяжёлых пациентов. Катерина Ярушина, Василий Кузьмин, РТС.